Саламу алейкум, мои дорогие зрители! Наши источники внутри тренировочного лагеря Келклифф подтверждают, что Нурлу Алиев продолжает удивлять своим упорством и преданностью спорту. В нашем эксклюзивном видео вы увидите его выполнение целого комплекса упражнений, доказывающего несгибаемую решимость. Однако не только физическая сила впечатляет, Нурлу Алиев также делится мудрыми словами, которые могут вдохновить каждого из нас. Давайте послушаем. «Довольствуйся малым, и не будешь нуждаться. Избавься от зависти, и будешь спокоен. Отдаляйся от запретного, и твоя вера станет искренней. Кто разговаривает мало, у того совершенный ум, кто довольствуется малым, тот полагается на Всевышнего Аллаха». Эти слова подчеркивают, насколько Нурлу глубокомыслящий человек, также показывают его убеждение в том, что нужно трудиться, чтобы добиться чего-то в моменте. «Мы призываем вас задуматься, друзья, какие маленькие шаги вы можете предпринять, чтобы достичь своих целей». Рислан Махачев – один из самых ярких талантов в UFC, делится своими амбициозными планами. В интервью ESPN боец выразил желание сразиться за второй пояс. Вот такой инсайт для фанатов MMA. Махачев уверен в своих силах и готов к бою против тяжелых соперников, таких, например, как Эдвардс и Колби Ковингтон. Он признает, что это будет сложно, но верятся и навыки, и решимость. «Я не знаю, что планирует UFC, но моя мечта – бой за второй пояс. Эдвардс против Колби. Я действительно верю, что смогу побить победителя. Я смотрю на их навыки, и я знаю свои навыки. Не говорю, что мне будет легко их побить. Это будет тяжелый, трудный бой против большого парня, но я верю, что могу это сделать». Также Ислам рассказал, что надеется на победу Колби Ковингтона над Леоном. Почему? Потому что Леон Эдвардс никогда не высказывал интерес к поединку с Исламом, в то время как Ковингтон это делал очень много раз. Ислам Ахачев видит потенциальный бой с Колби как интересное событие, подчеркивая, что Ковингтон обладает отличными борцовскими навыками и физической формой. Также выражает уверенность в своих способностях и верит в свои шансы на победу в их возможном поединке. Такой бой обещает стать настоящим событием, представляя противостояние между США и Россией. Этот возможный поединок ставит вопрос перед всеми фанатами, кто, по вашему мнению, победит в таком поединке Колби или Ислам? Ждем ваших мнений в комментах и двигаемся к следующей новости. А вот Майкл Биспинг обратился к бразильскому бойцу Чарльзу Оливерия перед его поединком с Исламом Махачевым. Согласно Биспингу, успех Оливеры будет зависеть от нескольких ключевых аспектов. Чарльз должен активно использовать джебы и прямые удары, а также эффективно работать ногами. Важно ему оставаться подвижным и легким на ногах, избегая клинчей и не давая Махачеву слишком много возможностей. Главное, по мнению Биспинга, не допустить ошибок, таких как колени в прыжке с дистанции. И традиционный вопрос для вас, друзья. Как вы видите этот поединок? Какие стратегии вы считаете наиболее эффективными для Чарльза Оливеры? И есть ли такие варианты для него? Также важная новость. Появились шансы на поединок между Хамзатом Чимаевым и Камару Усманом на предстоящем событии UFC 294. Как это может быть возможно? Да все просто. Если Пауло Усман слетит с боя с Хамзатом Чимаевым, как он это сделал с Икрамом Алискеровым, и поединок будет под угрозой, то Камару Усман готов вступить в октагон среднего веса. Это вызывает интерес, поскольку мы никогда не видели его выступления в этом дивизионе, и мы готовимся к потенциальному мощнейшему поединку. Болельщики уже выразили свое согласие на то, чтобы Пауло Усман слетел, а Камару Усман вышел ему на замену и подрался с Хамзатом. Но важно услышать ваше мнение, что вы думаете об этом потенциальном поединке, какие шансы на победу у каждого бойца у Хамзата и у Камару Усмана, если их поединок все-таки состоится на UFC 294. Друзья, спасибо за вашу поддержку, посмотрите пожалуйста видео на моем втором канале, уверен, что вам понравится, и в конце традиционно будьте сильными, как наши бойцы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok